Всем привет, друзья! С вами Skyward, и в сегодняшнем обзоре у нас пойдет речь о такой жидкости, как Liquor Shake & Take. Погнали! Приходит у нас жидкость вот в такой вот коробочке. Сразу скажу, на коробочке есть, наверное, вся информация, которая может понадобиться, в принципе, пользователю электронных сигарет. Здесь даже есть такая забавная штука, как Flower Guide. То есть здесь стоят отметочки, какой этот вкус. Допустим, вот этот сладкий, сильный и табачный. То есть здесь стоят такие меточки. Также здесь есть еще два пунктика. Это кремовый и свежий. Также есть описание приготовления данной жидкости. Зачем оно тут нужно, я объясню вам чуть позже. Оформление выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас название жидкости Liquor. Ниже указана серия Shake & Take. Здесь у нас также маркировочки, что данная жидкость у нас 0 мг. Абсолютно вся эта жидкость 0 мг. И позже я тоже объясню, почему. Объемом данный флакончик, как мне показалось, 30 мл. Но жидкости здесь именно 20, потому что нужно, чтобы оставалось свободное место. Также здесь есть еще маркировочка, что данная жидкость сделана у нас в Чехии. И здесь есть состав, предупреждение, всякая разнообразная информация и так далее. Также вот здесь есть еще описание вкуса, что тоже не может не радовать. Кстати, также в том паке, который мне пришел, была еще коробочка со старым оформлением. То есть вот так, если наклонить коробку, думаю, вам будет видно. Эта этикетка, эта коробка у нас текстурированная. А здесь все гладко. Здесь на ней просто нанесен рисунок. И здесь нету вот этого вот замечательного flower guide. То есть вот вот эта сторона коробочки. Здесь есть также маркировочка, что данная жидкость сделана в Чехии. Также здесь есть проверка оригинальности данной жидкости. То есть вот здесь и здесь. Но в старой версии не было flower guide. На самом деле flower guide достаточно прикольная штука для вейп-шопов, как по мне. То есть если люди приходят, спрашивают, мне нужно что-нибудь, например, кремовое и табачное, или там фруктовое и свежее. И тут типа есть обозначение, что производитель позаботился о продавцах и вообще о пользователях, что они знают, какой по характеристике будет данный микс. Внутри у нас лежит вот такой вот флакончик с тем же оформлением. Также у нас название жидкости liqua. Здесь у нас уже нету названия серии shake and take. Точнее есть, но оно вот тут вот маленькое, его совсем незаметно. Соответственно, название вкуса, объем. Здесь у нас крепость никотина. Также здесь есть вот такая вот замечательная шкала. Тоже зачем она нужна, расскажу чуть попозже. И также вот здесь у нас есть состав, информация о производителе и также инструкция, как готовить эту жидкость. Я уже много раз говорил, что эту жидкость надо готовить, и сейчас объясню почему. Здесь также шла вот такая вот коробочка. Это у нас liqua crystal base. То есть это никотиновая база с крепостью 50 мг на миллилитр. Она у нас объемом 30 мл. Эта основа у нас 50 на 50, хотя сами жидкости у нас 65 ВГ. Об этом нам говорит маркировочка вот в этом вот месте нашей коробочке с жидкостью. Собственно, по оформлению здесь, ну, как вы видите, то же самое. Также здесь есть инструкция, как заправлять, причем заправлять именно клерамайзеры. То есть не стандартные, привычные всем нам атомайзеры, а те штуки, которые были раньше и которые даже не все помнят. В общем, суть в том, что вы получаете вот такой вот флакончик никотиновой базы, и у вас есть флакончик нулевки. Соответственно, здесь у вас есть риска, и производитель пишет, что каждая вот эта риска, каждая вот эта вот отметочка, это повышение крепости жидкости на 3 мг на миллилитр. И также на сайте у них есть просто целая куча информации по поводу того, сколько у них капель, соответственно, в одном миллилитре из вот этого флакона, как смешивать, как что делать. То есть информация там расписана совсем-совсем подробно, что даже самый последний новичок разберется. Также, конечно же, на никотине, на никотиновой базе есть вот такое вот предупреждение, что употребление в чистом виде запрещено, потому что это все-таки 50 мг на миллилитр, и это абсолютно нешуточная доза. Ну, собственно, что, с оформлением мы закончили, вкусов у нас очень много, поэтому давайте перейдем к тесту. Пришла мне эта жидкость вот в таком вот шоу-боксе, но на самом деле в шоу-боксе я его переделал. Изначально все это приходит с такими дополнительными проставочками, которые имеют линию отрыва, и, соответственно, методом нехудрых манипуляций превращаются вот в такой вот шоу-бокс, что, опять же, очень удобно для вейп-шопов. То есть, как можете видеть, ребята очень-очень продуманно подошли к своей продукции. Соответственно, вкусов у нас просто очень много. Здесь сейчас пришло 11 флакончиков, не считая никотиновой базы, которая, соответственно, у нас за вкус не считается. Думаю, давайте начнем со вкуса Berry Mix. Описание гласит, что это у нас смесь свежей клубники, сочной вишни, терпковь винограда и цитруса. Почему я начал с этого вкуса? Я пробовал до обзора некоторые миксы из данной линейки, и вот этот вкус мне очень-очень понравился. Понравился он мне из-за очень-очень хорошего винограда. То есть, виноград здесь похож на виноград сорта Кишмиш, то есть, он такой сладкий, немножко совсем чуть-чуть притомный, но вот больше именно в основу выбивается вот эта виноградная сладость. Да, тут есть немножко клубники, как гласит описание, вишни. Если честно, я тут не уловил особой. Можно, в принципе, еще раз попробовать, но я не уверен, что я ее там найду. Есть небольшая даже не то, что вишня, а вишневый лист ближе к выдуху. Цитрусов я тут не чувствую, к сожалению, вообще. Но из-за вот этого офигенного винограда я мог бы простить отсутствие и клубники, и вишни, и цитрусов. То есть, виноград здесь реально очень крутой, мне дико понравился. Сейчас я все это дело пробую как нулевки. У меня всего лишь в один вкус здесь добавлен никотин, чтобы оценить качество никотина в жидкости. А сегодня, так как жидкости много, я решил все-таки попарить нулевку. Также забыл упомянуть, что пробую я все это дело на дрипке MattDog RDA с билдами из 2,05 нержавеек поверх первым нихромом 3 мм. Соответственно, 5 витков, 2 спирали. Так что вкус должен быть достаточно хороший. По данному вкусу говорить больше нечего. Мне он реально очень понравился. Но удивление для меня, потому что я, скажем так, был знаком с продукцией компании Ликва до момента этого обзора. Они ориентировались именно на его формат. То есть, такие простенькие жидкости, соответственно, под егошки. Здесь же я увидел надпись, которая меня очень заинтересовала. Под надписью Ликва виднеются маленькие буковки, которые нам говорят, что это премиум Еликвид. Не люблю я, когда пишут премиум Еликвид, потому что на моей памяти надпись премиум оправдал только калибр, по-моему, если мне не изменяет память. Но пока что линейка достаточно неплохо себя показывает. И идем дальше. Давайте попробуем клубничный йогурт. Какой достаточно сладенький клубничный йогурт. Чуть-чуть сливочек и клубника. Я бы даже не говорил, что это именно клубничный йогурт. Как по мне, это все-таки больше клубника со сливками. Клубника здесь, на мой взгляд, чуть-чуть водянистая, но достаточно сладкая и приятная. Так что до этой небольшой водянистости я докапываться не буду. Микс очень простой. Чувствуется только два ароматизатора. Не надо тут что-то великое угадывать. Это просто клубника со сливками. Достаточно неплохая, как по мне, за свой ценник. Кстати, о ценнике, назову его сразу, за вот такие вот флакончики объемом 20 мл вы отдадите 250 рублей. За никотиновую базу, которая продается отдельно, вам придется отдать 350 рублей. На самом деле, я не особо понимаю формат подачи именно вот такой вот никотиновой базы, но об этом мы поговорим, когда закончим тест. И сейчас давайте попробуем вкус под названием ванилло-оранж-крем. То есть, по идее, это должен быть ванильный апельсиновый крем или апельсиновый крем с ванилью. Очень мягкий апельсиновый крем с совсем капелькой ванили на выдохе. И, соответственно, тем же кремом, который, мне кажется, больше похожим на сливки, который был в клубничном йогурте. Тоже неплохо, тоже очень простенько, но, в принципе, мягко, приятно, и у меня особо претензий нет. Я не буду здесь, наверное, даже докапываться до премиума, потому что, возможно, это премиум среди своего сегмента. Потому что мне все-таки кажется, что данная компания настроена больше на какие-то простые устройства. То есть, на баки, на испарителях и вот на всякое подобное. То есть, они не рассчитаны на мощные девайсы с нереальной, ну это вкусоподачей даже так, с очень хорошим раскрытием вкуса. Вот, поэтому я не буду здесь докапываться до премиума. Я буду рассматривать эту жидкость в таком, скажем так, сегменте, в котором представляю ее я. Что по вкусу? Очень простенько, вкусно. Плюсы пока что, на самом деле, меня жидкость радует, потому что не было ни одного вкуса, который мне не понравился. Давайте перейдем ко вкусу под названием Tropical Bomb. Абсолютно стандартный микс, когда производитель говорит «микс из тропических фруктов». Ну, то есть, абсолютно вот стандартный микс. То есть, здесь я чувствую манго, гуаву, папайю, возможно, ананас, но я не уверен. Давайте прочитаем описание. В описании говорится, что это насыщенная смесь тропических фруктов, папайя, гуава и свежие грузинские персики. Если честно, я бы и от обычного персика грузинский не отличил, но это как-то странно на самом деле. Не знаю, почему они выделили здесь, что тут именно грузинский персик. Персик тут чувствуется, он приходит на выдохе, но он мне больше всего напоминает ТПАшный персик. Знаете, такой немного водянистый, не совсем вот эту сочную персиковую мякоть, а такой слегка перезревший, что ли, персик. Но абсолютно адекватный микс из тропических фруктов. Это единственный микс, в который я добавлял никотин. И кто бы что ни говорил, но никотин реально способствует раскрытию вкуса жидкости. Потому что, если прошлые вкусы мне казались немножко пустоватыми, они оставляли такой пустоватый выдох, Здесь же остается терпкость от никотина и послевкусие от жидкости. То есть, жидкость чувствуется намного более насыщенной, чем в варианте с нулем миллиграмм, соответственно, безникотиновый. По вкусу также плюс, потому что я встречал реально такие же миксы, абсолютно такие же миксы за большие деньги. То есть, как по мне, этот микс абсолютно адекватен для дрипок и, в принципе, для каких-то мощных устройств. И в конце обзора я также выделю вкусы, которые мне зашли именно на дрипке. То есть, я бы не хотел перенести это в какой-то более простой формат. Идем дальше, и следующий на очереди это Ice Fruits. Микс из лесных ягод с ментолом. На описании написано, что это мята, но мне все-таки кажется, что это ментол или смесь ментола с мятой. Потому что привкус и послевкусие такое, какое оставляет ментол. Что по вкусу? Обычный микс из лесных ягод с ментолом. Если сравнивать с более известными и, наверное, привычными всем жидкостями, то это, наверное, ближе к Cloud Parrot Berry Mix. Вот. Наподобие того. То есть, просто обычные, достаточно вкусные, такие кисло-сладкие лесные ягоды. И ментол. К ментолу у меня здесь никаких претензий, потому что, на удивление, мне не кажется, что ментол здесь мешает раскрыться миксу. На мой взгляд, он здесь, наоборот, ему помогает раскрыться. То есть, ягоды и ментол достаточно неплохо здесь вместе сочетаются. Едем дальше и переходим ко вкусу под названием Cranberry Blast. Клюква с ментолом. Причем не скажу, что это какая-то премиальная клюква с ментолом. Это на вкус реально ближе к той клюкве, которую мы могли найти в жидкостях, ну, наверное, года полтора назад. То есть, такая олдовая клюква с немного таким водянистым привкусом. Но я в то время клюква упарила, она мне в то время нравилась. Поэтому из-за таких неких ностальгических ощущений я данному вкусу поставлю плюс. Пока что реально очень удивительно, но 6 вкусов и ни один из миксов мне не хотелось как-то критиковать, кидаться в него тапками и что-то еще с ним делать. Идем дальше и переходим ко вкусу под названием Shishamix. Вот это, наверное, единственный из миксов, которые подписаны как кальянные миксы. Он реально похож на кальянный микс. По описанию здесь яблоко, Вирджиния и ананас. Ананас я тут абсолютно не чувствую. Но яблоко это реально вот кальянное двойное яблоко, вот какое оно есть. И, в принципе, небольшой привкус табачного листа делает это все более похожим на какой-то кальянный вкус. За этот вкус респект производителю, как минимум только потому, что они реально приблизились к кальянным миксам. Потому что это очень-очень похоже. И, в принципе, достаточно вкусно. То есть вкус двойного яблока передан очень аутентично, скажем так. Погнали к следующему. Дальше у нас идут уже такие табачные миксы. Последний из тех, который остался у нас не из табачки. Это черный чай. Вот этот микс им абсолютно не удался. Я люблю чайные вкусы в жидкостях, но это абсолютно не чай. На вдохе тебе вот кажется, что что-то вот похожее на какой-то крепко заваренный черный чай. Но потом все это уходит в какой-то неясный одеколон, что абсолютно просто напрочь портит впечатление и отбивает желание парить данный вкус. Поэтому ему однозначно минус и едем дальше. Ну и сейчас идет вкус под названием Sweet Tobacco. Вот это, кстати, неплохо. Реально такая терпкая табачка. И описание говорит, что здесь еще есть карамель и ваниль, но, как по мне, здесь не карамель и ваниль, а что-то наподобие орехов или даже арахисового масла. То есть такой ореховый привкус есть, вот стойкий, как по мне. И никак это у меня с карамелью и ванилью не ассоциируется. Вот это вот достаточно приятно. На удивление, потому что я думал, что мне здесь табачка не зайдет. Но, как видите, в принципе, уже второй такой табачный вкус. И пока что полет нормальный. И следующий вкус – это у нас кубинская сигара. Ну, честно, не ловлю я тут особо вкуса кубинской сигары. Сигары, как таковой. Здесь абсолютно такая же табачка, которая была в прошлом миксе, как по мне. Единственное, что может быть более терпкое. Поставлю минус только из-за того, что они называют это кубинской сигарой. Сигарой по вкусу это плюс-минус так же, как с вид табака. То есть, грубо говоря, то же самое. Единственное, что более терпкое. Но только из-за этого минус. Потому что, как по мне, ну, блин, кубинская сигара должна как-то отличаться от обычного табака. Ну, как-то только из-за этого минус. И едем к последнему. И, кстати, кубинская сигара, вот этот вкус, оставляет достаточно неприятное послевкусие по сравнению с другими табачными миксами. Так что за это послевкусие ему тоже минус. И сейчас у нас идет вкус под названием черри-баки. По описанию это у нас дымный табак, сандаловое дерево и черешня. Ну, по описанию очень интересно. И также написано, что это хорошо подойдет к утреннему кофе или к сытному обеду. Но данную информацию я, к сожалению, сейчас проверить не могу. Черешню чувствую. Табак чувствую. Но вот это вот сандаловое дерево дает какой-то очень странный, даже немножко сложный для описания вкус. Я точно могу сказать, что мне данный привкус здесь не нравится. Но как я могу передать вам его вкус и вот этот специфический привкус, даже непонятное послевкусие, этот ароматизатор тоже на послевкусие остается. Нет, вот именно из-за этого ароматизатора мне, к сожалению, данный микс не зашел. И самое обидное, что я вам толком не могу объяснить, почему он неприятный, но я не могу даже передать, на что это похоже. Что могу сказать в итоге? Не понравилось мне из линейки всего лишь три вкуса, а восемь мне зашли. И, как по мне, это очень удивительный результат. Потому что, честно скажу, когда со мной связывалась данная компания и просила сделать обзор на их продукт, я ожидал немножко другого. Я ожидал более плачевного результата. Но тут ребята молодцы, и они смогли удивить даже меня. Также хотел высказаться по поводу вот этой вот никотиновой базы. У некоторых производителей никотин идет, у них также идут все жидкости нулевки, но никотин идет в отдельных маленьких капсулах. То есть, эта капсула рассчитана на один флакончик жидкости. Здесь же производитель, грубо говоря, обязывает пользователя. То есть, вот вы купили какой-то вкус, вам предлагают эту базу, и как бы вы понимаете, что ее много. И там у производителя есть расчеты, там сколько, у них на сайте прямо есть калькулятор. Если, в зависимости от того, какую крепость вы парите, там у вас показывает, насколько вам хватит данного бутылька. Собственно, вот, то есть, производитель этим самым бутыльком обязывает вас знакомиться с вкусами другой линейки. Ну, так, немножко таким подтекстом, скажем. Хотя, на самом деле, ничего не мешает использовать и свой никотин, если вам уж так не хочется разоряться на вот этот. Но могу сказать по поводу него то, что он чувствуется, то есть, ты напариваешься, но у него нет ни ТХ, никаких привкусов. То есть, никотин здесь достаточно хороший, как по мне. По цене я вам уже говорил, 250 рублей за 20-миллилитровый флакончик нулевки и 350 за 30-миллилитровый флакончик, соответственно, никотиновой базы. На самом деле, я рад, что мне даже данные жидкости понравились, потому что я, как уже говорил, знаком с продукцией этого производителя, скажем так, более ранней. Вот, и там результат был более печальный. Здесь же, ребята, молодцы. Также я говорил, что выделю те вкусы, которые я бы попарил на дрипке. Это у нас клюква с ментолом, это шиша микс, это ледяные фрукты, это берри микс и, наверное, 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 тропикал бомб и свит табака. Вот они мне для даже мощных устройств кажутся достаточно неплохими, потому что они мне вот на дрипке, на том билде, на котором я вам говорил, в принципе, понравились. И я их даже буду без проблем парить после обзора. Конечно, я выражаю слова благодарности производителю за то, что предоставили мне свою продукцию на обзор и дали возможность мне вам о ней рассказать. Все ссылочки вы найдете в описании под роликом, если вас вдруг данный продукт заинтересовал и вы хотите его приобрести. Ну что, друзья, вот такое было мое мнение. А на этом все. С вами был Skyward. Всем пока. А лайк и подписка ускоряют выход нового видео. Больше подписок, больше контента. Все просто.